Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Зеленая зона курорта на особый контроль. Первый заместитель главы города оценил состояние парка «Ореховая роща». Роботы против насекомых. В «Анапе» в борьбе с комарами используют высокие технологии. Ягодный бум. Начался арбузный сезон. Расскажем, как правильно выбрать полосатую ягоду. «Анапский многофункциональный центр» – это учреждение, услугами которого ежедневно пользуются тысячи жителей и гостей курорта. Исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков побывал здесь сегодня с рабочим визитом, чтобы посмотреть, как работает в реальном времени учреждение по принципу одного окна, созданное для обеспечения взаимодействия между гражданами и органами власти, и поговорить с людьми. Почти в 40 окнах для предоставления государственных и муниципальных услуг в сферах земельных, имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, федеральных и региональных органов исполнительной власти ведут прием 56 универсальных специалистов. Они проходят специальное обучение – выдержанные, корректные, доброжелательные. Это обращает на себя внимание. Но об этом говорят и сами клиенты. Юрий Федорович обратился к Галине Редько, и та рассказала, что пока переходила из зала в зал, пропустила очередь. Все равно девочке помогли. Сказали, идите туда, к администратору, там вам еще помочь, другая дадут и подойдете сюда. И вот все нормально. Девчата хорошая. При этом цифры, характеризующие напряженность работы МФЦ, говорят сами за себя. С начала года здесь нашли решение своих вопросов почти 150 тысяч посетителей. От них принято в работу более 80 тысяч пакетов документов. Заметно, что очередь, несмотря на ее электронную организацию, существует. Некоторые дни 150, даже более людей собирается, и просто реально ему не хватает возможностей. Поэтому выходит с предложением на расширение. Наверное, будем рассматривать мы с коллегами, смотреть, как это возможно сделать, и расширить МФЦ. Количество посетителей МФЦ неуклонно растет. Все услуги востребованы. Об этом свидетельствуют и цифры налоговых отчислений. За прошлый год в бюджет муниципального образования города-курорта Анапа поступило более 13 миллионов рублей. А уже с начала этого года более 15 миллионов. Сегодня я хочу сказать, что это один из лучших, наверное, лучших МФЦ в крае, потому что мне приходилось видеть, что все сделано оборудованием на современном уровне для людей. Продолжая тему заботы о зеленых зонах города, поднятую на городском планерном освещании, исполняющий обязанности главы города Юрий Поляков сегодня посетил парк Ореховой Рощи и оценил, как за ним ухаживают ответственные службы. В знойный полдень в Ореховой Рощи особенно заметны места, где в Розарии поливная система просела или нарушена. Зелик Анатольевна, ну это стоит денег, денег стоят розы, денег стоит за ними ухаживать, денег отдали за полив, все это сухое. Кто ответственный за Ореховую Рощу, кто-то же должен за всем этим смотреть. Несмотря на жаркий день по аллеям любимого парка, отдыхающие устремляются к фонтану, а если с малышами, то к детской площадке. Но тут зелень газона выбита до основания. Случай дождя или снега, грязи по коленам. Прокат детских машинок напрочь уничтожил зеленый газон, а собственно стали рекламными щитами и фонарными столбами. Люди далеки просто от 21 века. Как это делается правильно? Что? Это просто вот, кто это убился? Кто допустил это? В результате обхода парковой зоны, исполняющей обязанности главы города Юрий Поляков, дал ряд поручений заместителю главы Анжелике Бузуновой. Те объекты, которые есть, пожалуйста, разберитесь, приведите в порядок. Если они здесь не нужны, их отсюда убрать. Мне непонятно, там, где машинки, все вытоптано, все надо восстановить. Детскую площадку, она муниципальная, она нужна детям, когда родители приходят с детьми, играются здесь, все понятно. Но тогда ее надо ограничить чем-то. Обратите внимание на полив. То есть, если мы делали здесь этот полив, он есть и существует. Надо иметь понимание, как он работает. Может где-то что-то не работает, потому что часть роз стоит хороших, зеленых, не могу сказать. Там все это высохло. Могу сказать о потраве. Да, зеленая трава, очевидно, влага какая-то есть. Значит, уделите внимание, это может быть одно из таких мест для анапчан, где они могут прийти спокойно отдохнуть. И по сухим деревьям. Обратите внимание, ревизию сделайте. Сухие орехи убрать, другие орехи грецкие также посадить, раз это ореховое овощи. Договорились? О том, какая поддержка необходима профсоюзному движению на курорте, шел разговор на рабочей встрече исполняющего обязанности главы города Юрия Полякова с представителями Координационного совета профсоюзных организаций Анапы. В него входят работники культуры, образования, здравоохранения и других важнейших отраслей. Встреча прошла в форме диалога. Собравшиеся поднимали как частные проблемы, касающиеся деятельности отдельных профсоюзных организаций, так и общие темы, волнующие многих. Профсоюзная работа не стоит на месте. Так, например, число входящих в профсоюзы госучреждений за год увеличилось с 12 до 15, а численность с 1000 до 1400 человек. На встрече о работе своих профсоюзов рассказали представители аэропорта, хлебокомбината, отрасли образования, здравоохранения, строительной и торговой сферы. Все участники были единодушны. Чтобы поднять статус профсоюзного движения, нужна поддержка власти. И первый заместитель главы Анапы пообещал ее оказать. Будем отраслевые проводить совещания, то есть мы будем приглашать предпринимателей, работников о торговле, будем говорить, чтобы нас услышали. Я хочу обратиться и к вам, ко всем, как к руководителям отраслевых профсоюзов города Кур-Уртанапа, тоже с своей стороны, конечно, будем вам помогать, ну и вы, пожалуйста. То есть вы же можете нам, допустим, где-то подсказать, где-то сказать, где-то направить. Завершая встречу, Юрий Поляков поблагодарил ее участников за интересную беседу и предложил встречаться раз в квартал, чтобы обсуждать дальнейшее сотрудничество. В Анапе в борьбе с насекомыми помогают высокие технологии. Специалисты предприятия «Гигиена плюс» приступили к завершающему этапу обработки водоемов против личинок комара. Это уже шестая обработка в этом году. Как и прежде, главными помощниками при проводимых мероприятиях стали беспилотные летательные аппараты, которые с минимальными затратами позволяют выполнить санитарные работы в кратчайшие сроки. Такие действия со стороны кажутся необычным танцем. Но на самом деле именно так происходит подготовка беспилотников к работе. Калибровка компаса, GPS, системы питания и связи с оператором. Стоимость одного такого летательного аппарата сравнима со стоимостью хорошего автомобиля. Поэтому в воздухе не должно случаться непредвиденных ситуаций. Этот дрон способен нести на своем борту 10 литров препарата «Бактицит». За три минуты полета он успевает обработать тысячу квадратных метров водоема и плавневой зоны. Препарат абсолютно безвреден для флора и фауны, но беспощаден к личинкам комара. Действовать начинает уже через несколько часов. Всего на вооружении у специалистов предприятия «Гигиена плюс» четыре таких гексокоптера. Преимущество этой технологии в том, что с минимальными затратами можно выполнить объемную работу на обширных территориях без привлечения авиации и сельскохозяйственного назначения. На данный момент мы уже обработали 98 гектаров по Анапским плавням, Витязево, Благовещенке. Нам осталось обработать частично еще Витязево, разливы Азос, бросной канал. Благодаря своевременной санитарной обработке территорий в Анапе удается сдерживать рост популяции комаров. Работы начаты были еще в марте месяце, поэтому ни случаев заболевания, ни переноса инфекции каких-то не зарегистрировано, распотребнадзором не зарегистрировано. Потенциальные очаги в течение всего сезона мы держали под контролем, биологическим препаратом в основном. Яды, химикаты здесь не применялись, только применялись при барьерных обработках в случае, если обращение. Но обращения-то были крайне редкие, и тут только вот эти 2-3 дня после прохождения ливня. Еще предстоит обработать чуть более 70 гектар территорий. До 18 августа все авиабиологические обработки будут полностью завершены. Анапский молодежный квартал представили на краевом молодежном форуме «Регион 93». За основу взяли интерактивные площадки, которые разворачиваются в сквере Гудовичи, и дополнили проект новыми идеями. В частности, предлагается не ограничиваться играми, развлечениями и тематическими мероприятиями, а приглашать специалистов, которые проводили бы в атмосфере парка, различные лекции и мастер-классы. Проект будут и дальше совершенствовать, но важно то, что концепция прозвучала на краевом уровне и была достаточно позитивно воспринята экспертами. Главная идея – это вытянуть молодежь на свежий воздух, отвлечь от интернета, чтобы они почаще между собой общались, для себя получали какие-то плюсы, может быть, какие-то навыки в разных сферах. Завершается прием заявок на конкурс «Самый уютный дворик». Победители ждут денежные призы и возможность сделать свой двор, а следовательный город-курорт еще более красивым. Клумбе перед этим домом по улице Тургенева больше 10 лет. По словам хозяйки, все закладывать плиткой не хотела изначально. Растительность подбирала постепенно, чтобы прижилась, было красиво и практично с точки зрения ухода. Казачьему можжевельнику лет 10. Его уже приходилось подрезать. Наталья Грачева очень любит цветы. Во дворе их в достатке. Все для уюта. Принять участие в конкурсе «Самый уютный дворик» предложили в квартальном комитете. Хозяйка решила, а почему бы и нет. Людмила Шучева практически каждый день поливает клумбы в своем дворе по улице Протапова. На это уходит примерно два часа. Если нужно что-то посадить или прополоть, то и до половины дня, а иногда и больше. Женщина работала на фабрике, поэтому не привыкла сидеть без дела. Себе приятно. И люди ходят, очень приятно им, когда смотрят. Фотографируют многие, отдыхающие ходят. Смотрят, фотографируют все. Общую площадь клумб здесь никто не считал. Известно, что длина дома больше 100 метров. А островки растительности есть по всему двору. В этом году начали приводить в порядок и эту клумбу. Посадили многолетние цветы, которые зацветут следующим летом. И однолетние, чтобы уже сегодня они радовали глаз. Пять лет назад здешнее территориальное общественное самоуправление признавалось лучшим. Теперь решили получить приз за самый уютный дворик. Конкурс проводится уже около 10 лет. Деньги идут на дальнейшее благоустройство. У нас там вот несколько кустов принялись можжевельником. Мы хотим еще можжевельничек посадить и рассадить гибискус. Чтобы дышать было от можжевельника, а гибисус постоянно цветет красиво. И розочки еще хотим, эти карликовые. В городском управлении организационной работы отмечают, что число участников конкурса постоянно растет. Уже в ближайшие дни начнет работать конкурсная комиссия. Лучших наградят на главной сцене во время празднования Дня города-курорта. Разгар арбузного сезона в Анапе наступил позднее, чем обычно. Но уже сегодня прилавки с бахчевыми в буквальном смысле ломятся от изобилия. Есть из чего выбирать. Наши корреспонденты узнали, чем арбуз мальчик отличается от девочки. И как оценить качество ягоды не разрезая. Два одинаковых берете. Один потяжелее, значит он будет поплотнее. Низкая плотность мякоти означает, что арбуз может оказаться как минимум перезревшим. Хотя есть и те, кто любит, чтобы мякоть сахарилась. Артур занимается арбузами уже 10 лет. Он рекомендует прижать ягоду к груди и похлопать ладонью. Идеально созревший плод передает вибрацию к грудной клетке. Я чувствую, он меня бьет сюда. Значит он будет хороший. Также бытует мнение, что у спелой ягоды хвостик должен быть высохшим до основания. Доля истины в этом тоже есть. Ну, может быть и перепорченный тоже. Сухой, то есть высохший, то есть внутри уже слякоть мятина. Любая теория проверяется практикой. Ну вот возьмем небольшой. Есть поверье, что чем больше арбуз, тем сладче. Но это не так. Если арбуз сладкий, он и маленький сладкий. Если нет, то нет. Идеальный арбуз. Середина целая. Хрустящий. Он аж трескается, лопается. Ягоды арбуза двуполые. Это типичный мальчик. У девочек более плоская часть, противоположная хвостику. Считается, что они быстрее созревают, но сегодня это уже не так актуально. Из-за кабризов погоды арбузы в этом году появились позднее, чем обычно, но уже полностью готовы к употреблению. Валерий Артюх пришел за арбузом. Его предки жили на Кубани. Сам он переехал в Анапу из Сибири два года назад. До этого не раз бывал в Краснодарском крае. Мы арбузы здесь когда попробовали, мы их не ели. В Красноярске арбузы ешь и таблетку угольную сразу же в догонку закусываешь таблеткой, потому что уже в желудок начинало расстраиваться. А здесь они сахарные, вкусные, ароматные, ну и поднимают настроение. Арбузы этой волны будут в продаже еще около месяца. Затем на прилавки поступит специальный осенний сорт. Так что арбузный сезон в городе-курорте продлится до конца сентября. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках». Любительская «Тавровская» 209. В «Сосиске Родионовский» экстра 237. Краковская 529. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая 93А. Крымская 98. Амелькова 28. И Астраханская 75А. По прогнозам синоптиков, в 10 августа в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 34 градусов. Ночью прохладнее 25 выше ноля. Ветер северо-восточный от 5 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапокян» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Социальные дни в медицинском центре «Анапа-Океан». Первичный прием специалиста абсолютно бесплатно. И скидки до 20% на весь спектр услуг. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.